Более трёх с половиной тысяч жителей Хакасии провакцинировали военные врачи. Сколько за время второй командировки спасли людей от ковида в больницах, подсчитать трудно. Они прибыли в республику в самый пик заболеваемости и сразу встали в строй. Работу военных медиков в красной зоне республиканской больницы мы снимали в начале августа. Поток больных в отделении тогда был нескончаем, много тяжёлых. В условиях того кадрового дефицита, в которых мы работаем, мы бы одни не справились. Поэтому большое спасибо. Анестезиологи, терапевты, инфекционисты в погонах стали просто спасением для Хакасии. В первую очередь для испуганных, задыхающихся пациентов. Что-то с такими сотрудниками, как у вас тут работают. Тут, по-моему, имёк вы поднимете. Улыбка, настроение. Ой, вообще, я таких ещё не видела сотрудников, как у нас тут. А доктор какой наш любимый, Никита Владимирович. Никита Владимирович ничего героического в своей работе не видит. У него служба такая – людей спасать. А ковид объявил настоящую войну. Очень логично, что в первых рядах – военные. Тут все условия для выздоровления пациента и все условия для работы для врачей. Самая большая сложность заключается в большом объёме пациентов, в тяжести пациентов. Совсем молодая военная медсестра Наталья из Оренбургской области несколько недель не видела семью. Рассказывает, не всегда есть время даже подумать о своих. Такая нагрузка была в августе на медиков. Постоянно в работе. У нас очень много больных. Мы постоянно крутимся, чтобы оказать должное внимание каждому больному, чтобы у них всё было хорошо, чтобы они шли на выздоровление. Республиканские власти поблагодарили врачей и медперсонал 90-й танковой дивизии за помощь и высокий профессионализм. Документ с подписой главы Хакасии вручили каждому, кто спасал жизни больных. Мы понимаем, что вместе мы с силой, особенно когда у нас рядом есть такой надёжный институт, как наша армия. Мы действительно оказали республике огромную помощь, причём в самый нужный момент, в тот момент, когда мы не особенно нуждались.